Теперь мы на спорте! Сейчас вы являетесь директором государственного предприятия «Лидеры спорта» Нижегородской области. Все ли верно? Да, да. Кроме... Чем занимается ваша организация? На что направлены усилия? Ну, я директором уже являюсь где-то 8 месяцев. «Лидеры спорта» вот меня назначили недавно. «Лидеры спорта» — это государственное предприятие, которое работает по 44-му ФСЗ, 223-му. Мы на самоокупаемость, чтобы люди понимали, что такое директор государственного предприятия. Пока без бюджета работаем. Но государство все равно помогает. Сейчас буду проводить мероприятие. У нас 800-летие, Нижний Новгород к 800-летию. Я вас поздравляю с этим юбилеем. И буду к 800-летию организовывать сборную Нижегородской области против сборной Москвы. Хотелось бы, конечно, организовать, чтобы... Вот вчера побывал в двух залах боксерских у вас. У вас великолепный боксер, заслуженный мастер спорта Камиль Джамалудинов. С ним был и в сборной много лет. Хотелось бы, чтобы на Кировской земле и построили и центр бокса, и хотя бы дворец. Вот посмотрел, дворцов спорта нет вообще. То есть люди хотят, чтобы дворец спорта был. Но всегда, когда приезжаешь в любой большой город, сразу ты смотришь, что в этих городах можно провести. Я вот заметил, что есть такие города. Это Нижний Новгород, это Киров. Киров, где нельзя провести ни чемпионат Европы, ни чемпионата мира. Вот я в Екатеринбурге, чемпионат мира был в 19-м году. В этом же году был чемпионат мира в Улан-Удэ. Все республики проехал. Чемпионаты Европы, мира и Европы проводятся по борьбе Владикавказ, Дагестан. Ну, есть центры, где приходишь, и ты видишь эту изюминку города, что да, администрация правительства работает. Вот буквально позавчера, три дня назад, приезжал министр строительства России ИРЭК. В Нижнем Новгороде у нас был форум «Комфортная среда» и Виталий Иванович Мутко. Я министру строительства задал вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находите на 800-летие в Нижнем Новгороде. Вот здесь стоят губернаторы, мэры, большие городов, разыгрываются гранды. Но в этом городе нет центра, где можно провести чемпионаты мира Европы, а он является четвертым городом. Также и в русском городе Кирове здесь тоже очень много, если есть мировой результат. Почему они строятся? С чем это связано? Потому что все зависит от людей. От людей. Если команда есть хорошая, губернатора, правительства, мэра, они будут сплоченно работать для того, чтобы сюда... Да, конечно, Москва не ждет всех, там все же хотят дать и денег, дать и денег, дать и денег, но Киров этому достоин. Я сюда ехал на поезде, они вагон-то все обветшавшие. Ну, то есть такие, ну, как в 80-е годы, 90-е, думаю, блин, ну, надо же обновить немножко инфраструктуру. И при том, просто говорили о комфортной среде. О комфортной среде. И министр строительства сказал, да, Андрей, не ожидал, что у вас в Нижнем Новгороде нет. Да, он сам удивился. И Виталий Иванович Мутко это знает. И на Ютубе можете набрать ролики. Гоголев Андрей, Виталий Иванович Мутко, когда ему в 2012 году в прямом эфире задавал вопрос, Виталий Иванович, в Нижнем Новгороде нету боксерского центра. Но ситуация тяжелая. Вы видите, мэра Нижнего Новгорода посадили на 10 лет. Второй мэр убежал в Лондон, третий убежал в Америку. И то есть ситуация-то тоже не такая хорошая политическая. Вот. Хотелось бы, чтобы вот это прекратилось, и люди начали работать не на свой карман, а немножко что-то начали делать для города. А что привело вас в Киров? Что привело в Киров? Я приехал по приглашению депутата городской думы Дениса. Вот. Мы провели вчера тут селекционную работу с детьми. Сегодня, может, проведу мастер-класс у Камиля Джумалудина в школе. Еще в одной школе надо заехать тоже провести, попросили. Там просто не успеваю. Говорю, ребята, вот вчера тут селекционную работу. Даже задавал вопросы, перчатки разыгрывал. Назовите трех или пять чемпионов двукратных. Никто не мог назвать. Энциклопедия, бокс, что-то здесь немножко отсутствует. Вот. Подарок заберете, прекрасный. Кстати, я родился вот недалеко от Кирова, город Семенов. Вот на этой вятке у нас есть такой прекрасный завод, хохламская роспись в России. Вообще в мире она одна. Вот. И привез прекрасные подарки. Просто подарить. Камилу Джумалудину, там, ребятам, друзьям, министру спорта даже привез. Можно ли сравнить положение в боксе в Кировской области и в Нижегородской? И где вот олимпийскому виду спорта живется лучше, если вообще живется лучше? Ну, вы знаете, все же зависит от... Посмотрите, чемпионат России, где проводят, значит, город живет. Федерация бокса России помогает. Сейчас отдать должное Федерации бокса России, что четвертый чемпионат России дарит машины за первое место. Когда мы боксировали... Машины. Машины дарят. Когда мы боксировали, у нас ковер давали, там, велосипед, там, телевизор Sony, какой-нибудь ламповый, да? Но, тем не менее, сегодня хотя бы какая-то копеечка стимуляции в капиталистическом строе, который сегодня существует, а мы живем с вами в капиталистическом строе, да, не в социалистическом, а в капиталистическом. Вот. Хоть какая-то копеечка дают заработать это боксерам, потому что они все равно, как бы, поднимают флаг России, гробят свое здоровье. Даже вот в Серпухе сейчас проводилось в России, чемпионат России 19-22. В Серпухе, где живет там стоточь населения, шикарный дворец спорта, весь забит, весь забит был на финал. Вот, я уверен, и в Кирове пришло бы, если бы здесь были центры, люди, люди... Ну, конечно, мы в современном мире живем, где в стране продается полтора миллиарда тонн нефти и других углеводородов. И мы не можем построить четыре стены для бокса, но это стыдно. Стыдно. Ну, что такое четыре стены? Это 20 миллионов рублей. А у нас раздувает сметы. Вот у нас в Шанцев построил в области 38 фоков. У нас 38 льдов, 38 бассейнов. А содержание этих... Знаете, представляете, сколько? Нет. 50 миллионов рублей в год. То есть 2,5 миллиарда. Можно было строить ангарные. Вот есть рабочий поселок Шаранга, недалеко от вас здесь находится. Это последний рабочий поселок на Нижегородской земле. Шахуни и Шаранга. Вот там, как они могут в 6 тысячах содержать 50... Ну, конечно, государство будет помогать. Ну, туда можно было приоритетные виды спорта поставить. Там любят бокс? Постройте им четыре стены. 20 миллионов рублей. Что? Нет, не хватает. Там больницы? Постройте им четыре стены для больницы. Это же не таких больших... А когда фоки стоит там цена им под 700 миллионов, но это просто деньги под ним воруют на этих... Ну... Я был депутатом в районе. Говорил Валерий Павлович, ну, давайте сделаем что-то для бокса. Ну, никто не слышит. И вот сейчас, на сегодняшний момент, когда я собрал всех олимпийских чемпионов, 8 олимпийских чемпионов, они все под видео обратились к Глебу Сергеевичу Никитину. Собрал трех депутатов Думы, депутатов Государственного Думы, Зубарева, Валуева, Пирога, Нижегородскую синагогу, письменно обратились к Глебу Сергеевичу Никитину о постройке боксерского центра в городе Городце, где родился результат, дал чемпион мира. Да, как раз о боксерском центре. Вы уже вспоминали сегодня Камилла Джамалуддинова. И он в недавнем интервью вспоминал этот боксерский центр и приводил его в пример, что вот смотрите, в соседней Нижегородской области открывается такой центр. Я так понимаю, что он открывается не в Нижнем Новгороде, а в вашем родном городе. Да, 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 уже выделен участок земли. Сейчас по 44-м ФЗ будет заключать проектно-смертные работы с подрядчиком. И до 2023 года по документам он должен уже будет стоять в городе Городце. Но это только начало. Такая же... Вот что такое Киров? Киров это 700 тысяч. А что такое городец? А это 70 тысяч. Ну, у нас население чуть поменьше, конечно, около 450. А 450, да. Здесь тоже должна быть школа заслуженного тренера или там заслуженного мастера спорта Камилла Джамалуддинова. Она должна быть муниципальной, она никогда не будет частной. Она должна работать на государство. Все говорят, вот, Гоглев, наверное, себе строит. Да и как я могу на областной земле, на государственные деньги построить школу бокса? Я специально эту делаю точку притяжения, чтобы люди могли заниматься, проводить сборы, проводить селекционную работу, переучивать, воспитывать тренеров, приходить, делиться опытом. Есть же заслуженные тренеры, которые прошли этот опыт. И передавать его молодому поколению. Понимаете, а кто будет охранять силовые структуры? Какую молодежь мы будем растить? ФСИНы, ФСБ, ГУВД, Следственный комитет. Это же люди, которые потом, когда они начинают боксом заниматься 10 лет, пойдут в армию, и потом будут выбирать свой жизненный путь. И когда они скажут, да, мы не зря занимались боксом, они все это скажут. А когда идет деградация молодежи сейчас, подтянуться никто не может. Не значок ГТО сдать, но стыдоба. Давайте подчеркнем, какие представители вы... Большая благодарность, кстати, вот вашему депутату, депутату городской думы Дмитрию Ерухину, который меня пригласил, да, вот мы с ним много разговаривали. Я бы очень хотел, я говорю, молодец. Вот такие должны быть депутаты, чтобы они доносили до губернаторов, до правительства. Да я думаю, что и губернаторы правительства все знают, что надо сделать. Единственное, что надо Москву сюда подтягивать, федеральные деньги, и просить, просить. Ну, все так и все живут так. Давайте подчеркнем, какие перспективы открываются для юных боксеров в вашем родном городе. Ну, и если есть стоимость, смета строительства, то есть сколько вообще это стоит построить? Стоимость построить сейчас на данный момент 60 миллионов рублей. Если сделать просто шикарный, вот просто, просто бомбический. У меня сейчас в городе Дежинске можно набрать на ютубе клуб Ворк, девушка мастер спорта Анна Верешкова и Анна Львовна Лентьева. Они там работают, они взяли кредит и построили за 86 миллионов в шикарный фитнес-центр зоны бокса. Куда приезжал там тренер Костя Дзю, вот я приглашал Алексея Львовна, чемпион мира. Это показатель, что сколько стоит в реальности и сколько воруют. Это 86 миллионов рублей. Она под ключ с такой отделкой, не просто какая-то дешевая отделка там муниципальная, а это ореховые полы, тренажеры, это линк нормальный, это мешки. Вот это клуб Ворк, можно в интернете набрать, посмотреть. Я надеюсь, что в Министерстве спорта нашу программу послушают и как минимум задумываются о строительстве в Кирове. А я могу даже их пригласить в этот клуб и министра, если они доедут, вот и Денис и Ерохин, они посмотрят, скажут, да, Андрюх, действительно, а вот смета, а вот документы, а вот проект. Ну, вы все, получается, делали с нуля, то есть было чистое поле и... Нет, у нас, значит, в городце, в городе, где я живу, построено на миллиард рублей, вздумайте сумму, один миллиард рублей. Губернатором Шанцевым построено два физкультурных комплекса. Один строил депутат Хинштейн, как бы, да, этот, где деньги были сворованы, а эти деньги именно я озвучил Владимир Владимирович Путин в 2004 году на встрече, когда дали 180 миллионов рублей, 8 миллионов долларов на тот момент было, и компания, и все ее знают, она плохая компания, это строительный Бимар, вот, Рабин ее возглавлял, царство ему небесное, умер, говорят. Вот, и суть какая? Построили некондицию. Когда приехал Шанцев, увидел, что построили некондицию на 8 миллионов долларов, 180 миллионов на тот момент было, в 2006 году началось строительство, в 2009 году, я был директором этого ФОКа. До сих пор нет юриста, нет бухгалтера и нет экономиста. И в штатном расписании даже нет водителя. Вы представляете, вот я работал там 5 лет, а в небюджетные деньги, которые я там зарабатывал, там 350 тысяч рублей, их приходили, забирали, уходили на стадион. Это вообще нарушение закона было. Шанцев посмотрел это все, построил новый ФОК, но это все при нем строил, потому что политическая вот эта передряга между вот этими чиновниками и депутатами, она приводит только к плохому действию и бездействию, ну, и атмосфера в городе плохая. И когда Шанцев построил хороший ФОК, с хорошей аурой, с бассейном, с ледовой площадкой, с залом большим красивым, то еще рядом с ФОКом еще и земля. И когда я попросил, вот давайте вот на этом ФОКе, вот здесь сделаем отдельное строительство здания, все олимпийские чемпионы обратились. Губернатор Глеб Сергеевич Никитин не отказал, пожал руку, давайте, давайте, выделили участок земли, сейчас вот по 44-м ФСЗ, вот на этой неделе уже должен появиться проектировщик. И, кстати, вот Иреку, министру строительства задавали очень хороший вопрос, я даже не знаю, по-моему, мэр города Киева, ой, Киров был, он, по-моему, задал, или Кировской области кто-то задал вопрос. Невозможно работать по 44-м ФСЗ, что нужно сделать, какие, вы сказали, в этом году будут вноситься поправки по 44-м ФСЗ, потому что выигрывает генподрядчик, опускает ниже плинтуса цену, а работать никому не дает. Они думают, что в ноль работать, что ли? То есть вот такие вот 44-е ФСЗ. Ну, вы сказали, что в 23-м году уже центр бокса появится достаточно быстро, потому что меньше двух лет. Ну, вот у нас с города Аверины, сестры Аверины, вот сейчас, через месяц, создается им центр художественной гимнастики. Ну, у нас на самом деле художественная гимнастика сильно развивается, у нас мировой результат. Ирина Белова лепит, чемпионка Наталья Печушкина, чемпионка мира, сестры Аверины, заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы. Абсолютно сейчас одна вторая стала. К ним уже выделили 220 миллионов рублей на центр художественной гимнастики. Теперь их тренер Лариса Витальевна Белова, заслуженная, наверное, россиян, говорит, Андрей, мне, правда, 67 лет уже, вот если мне было бы 45, я бы еще здесь подготовил, а когда вот строят, и когда возраст, время, самое дорогое сегодня в жизни, это время. Знаете, есть такое понятие, есть карманные воры, а есть политические воры. Карманные воры – это те, кто сворует ваш кошелек, часы могут украсть, телефон. А политический вор – это тот, кто ворует будущее, вашу улыбку, детей, потому что дети не могут ждать долго, детям надо сегодня развиваться. Понимаете, в Кирове, представляете, вот у вас растет ребенок, вот он сейчас скажет, да, да, мы сейчас построим вор, через лет 20. У тебя же сыну будет, он бриться будет, у него внуки будут, а ты все ждешь. Так вот сегодня, чтобы этих политических воров не было, надо сегодня принимать программы, сегодня ускоряться, строить. И дай бог, чтобы у вас на Кировской земле, а просто первый раз у вас здесь, чтобы появился хотя бы какой-то спортивный центр, хороший для международных соревнований, для российского масштаба. А вот наличие такого спортивного центра, оно позволит сократить или вообще полностью исключить отток талантливых спортсменов в другие регионы, где условия более подходящие для занятий? Нет, не сократите, все равно будут искать, где лучше условия. В маленьких городах, ну, у вас есть герой свой, у вас есть Камиль Джамалдина, все же знают, Камиль, да, вырос здесь, здесь начинал тренироваться, все. И в городе, и в секциях, я вот вчера зашел в одну секцию, говорю, назовите три олимпийских, ну, у нас есть в России три двукратных олимпийских чемпионов, они не могли назвать. А почему? Потому что на стенах не висят, висят какие-то там Холлифилды, Тайсоны. Я говорю, у нас еще в Америке, что ли, у нас своих героев очень много, у нас вот в России, я его назову, Борис Логутин двукратный олимпийских чемпионов, Олег Саитов двукратный олимпийских чемпионов и Алексея Тищенко. Ну, никто не назвал, ну, стыдоба, это вот раньше в СССР в школы приходили, я вот говорю, почему, я воспитывался в детском доме с пяти лет. Я просто, когда увидел мастера спорта, для меня это было просто в СССР, когда он пришел в СССР костюм, я просто думал, боже мой, вот это костюм одеть, это была вот эта идеология государственная, настолько меня пронзила, что я побежал бегом заниматься боксом. Бегом побежал, с радостью, и было желание, вот тренером моего послушайте, в Андрюхе было желание огромное. Ну, а там уж определенный момент, 20 лет, вот в 86-м я пришел, в 1986-м, в 2006-м я провел последние 20 лет, ушел офицером запаса госнар-контроля. Давайте пожелаем юным боксерам из Кировской области и вашим землякам из Нижегородской области, чтобы у них так же, как у вас, сгорели глаза, чтобы они бежали заниматься боксом, чтобы они достигали, как минимум, не меньших результатов и успехов. Да, конечно, я вообще хочу, чтобы у вас появился олимпийский чемпион, олимпийский чемпион, чемпион мира, молодежь будет смотреть на этих людей, поверьте, меньше наркоманов, меньше токсикоманов, меньше этих пагубных влияний улиц будут происходить на улицах. А когда будут спортивные центры, а еще, представляете, это хорошо в Кирове, а вот за Киров, когда отъедешь, в каких-нибудь там городах, 50-70-40 тысяч, там вообще же разруха, работы нет, экономики нету, понимаете, вот это самая беда, а именно оттуда выходят, вот из этих маленьких городов, поверьте мне, выходят вот чемпионы, которые хотят вырваться и поднять флаг России. Большое спасибо, что пригласили еще раз, большое благодарность. Спасибо вам, напомню, что сегодня в эфире программы «На спорте» был российский боксер, заслуженный мастер спорта по боксу, трехкратный чемпион России, чемпион мира в этом виде спорта Андрей Гоголев. Меня зовут Антон Погодин, до свидания.